Попытка квартирной кражи была пресечена дорожно-патрульными полицейскими Алматы. На имущественное преступление решился житель Ауизовского района. Средь бела дня он пытался вскрыть одну из квартир этого дома. Однако остаться незамеченным незваному гостю так и не удалось. К его невезению хозяева оказались дома. Тогда не на шутку испуганная женщина стала набирать 102 и была вынуждена почти шёпотом просить полицейских о помощи. Спустя минуту экипаж дорожно-патрульной полиции «Буран-102» был у дверей подъезда этого дома. На лестничной площадке второго этажа спускался парень-азиат. При виде нас подав подозрение, попросили его остановиться. Он резко засунул правую руку во внутренний карман кожаной куртки. После чего попросили его ещё раз вытащить руку, на что он с кармана, внутреннего кармана вытащил кухонный нож. После чего, отобрав кухонный нож, при задержании он оказал сопротивление. Обезвреженный злоумышленник. Дальнейшие показания стал давать уже следователем во время обязательных процессуальных действий на базе районного управления внутренних дел. Пока что мужчина наличие злого умысла не признаёт. Автомашина «Митсубиси» стала участником дорожно-транспортного происшествия, зафиксированного полицейским Медеусского района в начале первого ночи. Известно, что иномарка двигалась по улице Горная на юг. Чуть выше поворота на Бутаковку её водитель пока по неустановленным причинам не справился с рулевым управлением и совершил наезд на газовую трубу. Затем машину отбросило на обочину дороги. Только по счастливой случайности водитель авто не пострадал. Правда, его машина вследствие наезда была существенно деформирована. Между тем, для пресечения фактов утечки голубого топлива к месту дорожно-транспортного происшествия подъехали сотрудники службы 104, которые до полного устранения последствий наезда временно прекратили подачу газа в прилегающий частный сектор. Полицейские Ауизовского района Алматы по подозрению в совершении серии грабежей задержали двух жителей Алматинской области, которые, как установлено следствием, нападали на прохожих и силой отбирали у них имущество. Продолжение следует... Сейчас оперативники проверяют личности задержанных на причастность к другим преступлениям. Известно, что один из них работал в Алматы охранником. А его друг ранее уже привлекался к уголовной ответственности за ограбление человека. Два легковых автомобиля не разминулись на пересечении проспекта Сейфулина и улицы Гоголя. Их столкновение имело место около шести часов утра. По предварительной версии, аварии предшествовал мокрый асфальт, на котором автомашина Мерседес, что двигалась в южном направлении, занесло. В следствии она допустила столкновение с Тойотой, ехавшей по Гоголе на восток. Благо, в данном ДТП никто из его участников не пострадал. Расследование по установлению причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия ведут сотрудники УВД Алмалинского района. Мебельный цех, расположенный в одном из населённых пунктов Алатаусского района Алматы, около шести часов вечера был охвачен огнём. К счастью, в пожаре никто не пострадал. По данным ДЧС, сообщение о возгорании производственного объекта на пульт 101 поступило в 17.50. Спустя минуты к тушению огня приступили сразу несколько пожарных расчётов с использованием 16 единиц специальной техники. Также отмечается, что пламя было локализовано в 18.11. Предварительная площадь возгорания составила 360 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. Полиция Алматы задержала водителя, который в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил человека и скрылся с места происшествия. Данное ДТП имело место в начале 8 утра в Турксибском районе. Водитель автомашины марки ВАЗ-21070, следуя по проспекту Сейфулина в северном направлении, на пересечении с улицы Акбаева допустил наезд на 54-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть в западном направлении по обозначенному пешеходному переходу. Полиции сообщили, что после наезда водитель так и не остановился и продолжил движение. Однако на углу с улицы Дулатова спровоцировал ещё одно дорожно-транспортное происшествие и допустил столкновение со встречной автомашиной марки ВАЗ-2114. Тогда водитель оставил место происшествия и скрылся в пешем порядке. К установлению его личности и местонахождения были незамедлительно подключены сотрудники отдела розыска. Спустя несколько часов беглец был задержан в доме своих родственников. Ему 23 года. Является жителем Ильиска в районе Алматинской области. Мужчина был сопровождён на судебно-наркологическую экспертизу, где было официально подтверждено его алкогольное опьянение. В ДВД также сообщили, что пешеход скончался на месте происшествия. Смерть женщины наступила в результате черепно-мозговой травмы. Между тем, водитель был водворён в изолятор временного содержания. Далее он будет представлен в прокуратуру Турксибского района для согласования ходатайства дознавателя об избрании меры пресечения на период досудебного расследования в виде ареста. При поездке на транспортном средстве пассажир и водитель обязаны быть пристёгнутыми ремнями безопасности. И пассажир, и водитель обязаны при поездке на мотоцикле быть в застёгнутом мотошлеме. Запрещается перевозить детей до 12 лет на заднем сидении мотоцикла, на переднем сидении автомобиля при отсутствии специального детского удерживающего устройства. Алматы без потрясений. Защити себя, детей и дом. По данным Центра оперативного управления Департамента внутренних дел Алматы, за минувшие сутки в городе были зарегистрированы 209 преступлений и происшествий. 103 из них раскрыты по горячим следам, в том числе одно изнасилование, 8 грабежей, 125 краж чужого имущества, 12 хулиганств. Зарегистрированы 23 дорожно-транспортных происшествия, 33 человека травмированы.